Актерский фестиваль Актерский фестиваль Актерский фестиваль Жизнь тех, кого я люблю Их ошибки Слова, которые они говорили Слова, которые они не говорили Добро, которое они принесли И зло Озлобленность И споры, которые они породили Но главное Это экстаз Что значит Любовь Нервисть Ожидание Отвращение По сравнению с совокуплением планет Что значит войны, болезни, жестокость Ужасы Когда ночь приносит Экстаз Бесчисленных Пылающих солнцев Но среди Народов земли Живет особая раса Это раса Художников Движимые неведомыми побуждениями Они берут Безжизненную массу человечества И согревая своим Жаром и волнением Притворяют сырое тесто В хлеб А хлеб Вино А вино В песне В захватывающую песню Сотворенную ими Из мертвого компоста Инертного шлака Я вижу Как эта особая раса Громит вселенную Переворачивает все вверх Тормашками Ступает по слезам И крови Ее руки Простерты в пустое пространство К Богу До которого нельзя дотянуться И когда они рвут на себе волосы Стараясь понять и схватить То, чего нельзя ни понять Ни схватить Когда они ревут Точно взбесившиеся звери Рвут и терзают все Что стоит у них на дороге Лишь бы насытить чудовище Грызущие их кишки Я понимаю, что Другого пути для них нет Человек Принадлежащий Этой расе Должен стоять На возвышении И грызть Собственные Внутренности Такова его природа И все, что мне не ужасно Все, что Не отталкивает с такой силой Не выглядит столь безумным Не пьянит, так и не заражает Все это не искусство Это подделка Зато она человечна Зато она примеряет жизнь И безжизненность И если я вне человечества То только потому, что Мой мир перелился Через человеческий край Потому что Быть человечным Это жалкое И нудное занятие Ограниченное нашими Пятью чувствами По ранью и законам Определяемое Затаском Метеорами И друизмами А может Для нас Не осталось В мире надежды И мы все обречены Обречены все Без исключения Если так То давайте Объединим Наши усилия В последний Вопль Огонь Вопль Полный безумия Оглушительный виск Протеста Вопль Последний крик Последней атаки К черту жалову Долой Мироощущения И историю Музеи И библиотеки Пусть мертвые Пожирают мертвых И пусть живые Мчатся В танцы По краю кратера Это их последняя Предсмертная Пляска Ну пляска Я люблю Все, что течет Сказал великий Слепой Мильтон Нашего времени Да, я сказал себе Я тоже Люблю все, что течет Редкие сточные Канаву Лаву Кровь Желчь Слова Фразы Все, что течет Все, что возвращает Нас к началу Которое никогда Не кончается Неистовство пророка Плевок Который уносит Сточная вода Непристойность В которой торжествует Экстаз Похадные слова Шилюхи Материнское молоко Горький мед Матки Все, что течет Все, что тает Все, что растворяется Или растворяет Я люблю Весь этот гной И грязь Текущие Очищающие Забывающие Свою природу На этом длинном пути К смерти и разложению Мое желание Плыть беспредельно Плыть и плыть Соединившись со временем И смешав Великий образ Потустороннего Сегодняшним днем Глупое Самоубийственное желание Остановленное С запором Слов И пролечу Мысли Севилья С серьгами сорит Сорит сиренью А по сирене Сеньорит Несет Корине И по-то Пенистый поток Смывает Тумбы По белым звездочкам Топ-топ Малютки Туфли По белым звездочкам Круп-круп Коляска Инвалида А если кто сегодня Груб Плевать Корида Но приглядись Толпою сжат Из-за подозри Так от сирени Не дрожат Вздымаясь ноздри Так пробирает Словно шок В потемках Затклых Лишь свежей Крови Запашок Убийство Запах Бегом От банковских Бумаг И от корыта А если шлепнулся В растяг Плевать Корида Я Бык Хотели бы вы Чтобы стал я Громадой Шерсти И злобы Я был Добрейшим Теленком Глядящим На мир Звездолова Трава Прости мне Что стал я Другим Что меня От тебя Отделили Травя Вонзают В меня То с одной Старой То с другой Балдерильи Мазнуть Рогами По алой Мулете Тарера Унижена Бросит Лизнуть Прощающий В щеку Быть может Он шпагу Отбросит О нет Мой лик Как лик Его смерти В глазах У бедняги Двоится Он бык Такой же Как я Но признать Это дурень Боится Мы Бандерильи Двойняшки Розовые Бык Поиграем В пятнашки Радостные Ты хочешь Травочки Плакучих Ивочек А для Затравочки Не хошь В загривочек Быки Вытипчики Вам все Насложечки Забудь Загибчики Побольше Злобочки Учись врагами С врагами Нежничать Гуманно Ненависть И только Ненависть Я Публика 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 Смотрю Я Щедро Швыряюсь Дильжонками Мне Драться Самой Не с руки Махайте Тарараш Пожелками Бодайтесь Бодрее Быки Бодайтесь Народы И армии Знамена Зазывней Мулет Сыграйте В пятнашечки Алые С землей Бандерильи Ракет Вот Будет Коррида Не пуговки На шаре Земном Благодать Жаль Не останется Публики Чтоб Зрелище Посмаковать Мы Не убийцы Мы Не жертвочки Не трусы Мы Не подлецы Мы Не мужчины Мы Не женщины Мы Продавцы Мы Продавцы За жизнь Дерутся Бычьи Рожечки А у Горячего Песка Кому Конфетки Бутербродики Кому Холодного Пивка Нам Все равно Кого Пристукнули Нам Важно Сбакрить Леденцы Мы Никакие Не Преступники Мы Продавцы Мы Продавцы Я Тореро Я В домах Принимаем Актрисами Графами Даже Прилатами Все Таверны Мои Фото На стены Свои Закопченные Гордо Приляпали Только Где-то В одиноком Крестьянском Домишке Заросшем Полынью И мятою Нет портрета И закрыты Мне двери Туда Это Дом Моей Матери Ты Забылся Ты Заносчиво Предал Свой плуг И поля Весь Тебя Безголосые Ты Убийца Тех Быков Что Лизали Нетвердое Тебя Твое Безволосое Ятореро Мне не вырваться Мама Я жить Не могу Без опасности Яторены Кто Однажды Убил Должен Вновь Убивать По обязанности Знаю Старость Будет страшной Угрюмой В ней Слава Уже Не предвидится Что Осталось Посветить Как положено Бой Но кому Отчаяние Ложа Правительства Тореро Мальчик Я старик Я сам Тореро Бывший Вот шрам Вот ряд Зубов Стальных Хорош Подарок Бычьи Вот Там Одна Из-под Платка Горят Глазищи С виду Как уши Черного Быка Ей Посвяти Кориду Она Конечно Ни шиша Общественно Не значит Но Отлетит Твоя Душа Она По ней Заплачет Заплачет Так По-доброте И ненадолго Все же Ведь слез Не ведают Вон те В правительственной Ложе Я Песок Золотистый Снимаемой И в кожу Быков Изнутри Колотила Как в бубен В сиси Пускали меня На песок Всенародно Под лютой Пыткой Я била Фонтаном Я снова Плясала Я людям Была Любопытной Но если Цыганка Не пляжи То Эта Цыганка Для зрелищ Плохая Я вам Неприятно Когда я Фонтаном Не пью Засыхаю Спасибо За ваше Внимание Вы так Сердобольны Ветелки И грабельки Была я И нету Теперь На арене Ни капельки Я Испанский Поэт Я вернее Хочу Быть поэтом Хочу Я не скрою На великих Равняться И жить Как жестокие Гении те Не замазывать Кровь А учить По учебнику Крови Может это Одно И научит Людей И доброте Кровь Гражданской Войны Соскребли Аккуратно С асфальта Мадрида Но она Все течет По шоссе И проселкам Из ноющих ран Треуголки Полиции Мрачно Глядят Оцепили Корида Но дославится Кровь Если ею В тюрьме Нацарапана Но По саранам Неприятно Вам кровь На бумаге А в жизни Приятно Изранив Мучить долго И больно Не зная При этом стыда Почему Вы хотите Вычеркивать Из романов Надо вычеркнуть Прежде Из жизни И навсегда Мир от крови Устал Мир не верит Искусные Подчистки Песочка Кровь На каждой Песчинке Как шапка На воре горит Многоточие крови Затем продолжение Где точка Но довольно Бессмысленных Жертв И довольно Корит Что я сделать Могу Чтобы публика Оторопела И увидела кровь У себя на руках А не ту Что в долине Песке Золотом Если надо Готов умереть Как торер Если надо Как жертва Его Но чтоб Не было Крови Во веки Потом Зачем вы Говорите Что целовали Землю По которой Я ходила Меня надо Убить Я так утомилась Отдохнуть бы Отдохнуть Я чайка Нет Не толк Я актриса Ну да И он здесь Ну да Ничего Да Он не верил Театр Все смеялся Над моими мечтами И мало По малу Я сама Перестала Верить И Пала Духом А тут Заботы Любви Ревность Постоянный Страх Маленькая Я стала мелочная Ничтожная Играла Бессмысленно Я не знала Что делать С руками Не умела Стоять На сцене Не владела Голосом Вы не понимаете Этого состояния Как-то чувствую Что играешь Ужасно Я чайка А помните Вы подстрелили чайку Случайно Пришел человек Увидел И От нечего делать Погубил Сюжет Для небольшого Рассказа А не то О чем я Ах да Я говорю О сцене Теперь же Я не так Я уже Настоящая Актриса Я играю С наслаждением С восторгом Пьянею На сцене И чувствую Себя Прекрасная Теперь Пока живу Здесь Я все Хожу Пешком И думаю Думаю И чувствую Как с каждым Днем Растут Мои душевные Силы Я теперь Знаю Понимаю Костя Что в нашем Деле Все равно Играем На сцене Или пишем Главное Не слава Не блеск Не то О чем я мечтала А умение Терпеть Умей Нести Свой Крест И веруй Я Верую И мне Не так Больно И когда Я думаю О своем Призвании То не Боюсь Жизнь Я пойду Прощайте Когда я стану Большую актрису Приезжайте Зглянуть на меня Обещаете Теперь уже Поздно Я еле на ногах Стою Я истощена Мне хочется Есть Нет Нет Не провожайте Я сама Дойду Лошади Мои Близко Значит Она привезла Его с собой Что ж Все равно А когда Увидите Григория Не говорите Ему Ничего Я люблю 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 Еще сильнее Чем прежде Сюжет Для небольшого Рассказа Люблю 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 Страстно Да отчаянно Люблю 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 А хорошо Живала Прежде Костя Помните Какая Ясная Теплая Радостная Чистая Жизнь Какие Чувства Чувства Похожие На нежные Изящные Цветы Помните Люди Люди Львы Орлы Куропатки Рогатые Олени Гуси Пауки Молчаливые Рыбы Обитавшие В воде Морские Звезды И те, кого нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив свой печальный круг, указ. И вот уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. Холодно. 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 Пусто. 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 Страшно. 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 Все равно. Играем мы или пишем. Главное, не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест. И веруй. Я верну. В пятом номере гостиницы на кровати сидит студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет, на минуту останавливается, шепчет что-то про себя, потом вдруг словно очнувшись стряхивает головой и быстро обтерши перо рука в синей рубахе продолжает писать. Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо, и чему я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут. Я знаю, что через десять-пятнадцать минут я застрелюсь, и эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой, огромный жандармский полковник с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей, и что они сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого ограниченного человека, закостеневшего в своем профессиональном обломе. И что всего подлее, на других он не смел кричать, а был предупредителен, любезен и слаща, как провинциальный зубной врач. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Да, я осознаю, что все это вышло дико и отвратительно, но иначе не могло быть. Отчаянные храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они даже бравируют этой маленькой слабости. А я говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, глупо самоуверенных, знающих все наперед. Если б ты знал, как рабею я стесняюсь перед монументальными городовыми, перед откормленными, мордатыми петербуржскими швейцарами, перед барышнями в редакции журналов, перед секретарями в зале суда, перед лающими начальниками станций. Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подпись, то один вид толстого пристава с выпеченной грудью и рыбьими глазами, который все время перебивал меня, не дослушивал, на минуту забывал о моем присутствии, или вовсе притворялся непонимающим самой простой русской речи, один его вид, перевел меня в такой гадкий трепет, что я сам услышал в своем голосе заискивающий и рабские интонации. Кто виноват в этом? Я тебе скажу, моя мать. Это она стала первопричиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и все мои детские впечатления неразрывно связаны со скитанием по чужим домам, клянчением, под обострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодничеством, попрошайничеством, слезливыми гримасами с этими подлыми уменьшительными словечками, кусочек, капелька, чашечка чайку. Я ненавидел этих благодетелей, сонно-лениво и снисходительно совавших мне руку для поцелуя, как ненавижу и боюсь этих деревянных, самодовольных, шаблонных людей. От семи до десяти лет я пробыл в благотворительном пансионе. Затем из милости меня перевели в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в таких пансионах. Шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, курение в третьем классе, водка в четвертом, в пятом первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь. Не я один погиб от этой моральной заразы. Все прошлое поколение выросло в духе насильственного почтения к старшим, без личности и без гласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства. Тихое подление души человеческой гораздо страшнее всех баррикад и расстрелов в мире. Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Мне кажется, мысль человека это как бы ток от таинственного неведомого центра. Вот мысль вышла из моего мозга и вся мировая сфера задрожала, заголебалась вокруг меня. И мне думается, вот человек уже уходит, сознание его потухло, а мысль все еще остается, все еще дрожит в прежнем месте. И кто знает, может быть завтра случайный посетитель этого номера внезапно задумается о жизни, о смерти, о самоубийстве. Потому что я оставлю здесь свою мысль. Нет, мне кажется, ничто в мире не пропадает. Ничто, не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли это ручейки, тонкие подземные ключи. Я вижу, как они пересекаются, сливаются, просачиваются наверх, и вот уже мчатся непреодолимые широко в огромной реке жизни. Река жизни. Как это громадно. Как это... Как это громадно. А может быть, все это смешно, что я пишу. Часы торопливо постукивают предо мной. Горит свечка. Собака лает. А что, если... Ничего не останется. Ни от меня. Ни во мне. Стрелка дошла. Прощай. Иду. Студент встал с кровати. Запечатал письмо. Достал из кармана тужурки Браунин. Перевел предохранитель с безопасно на огонь. Расставив ноги для уверенности, зажмурился. И вдруг, быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, нажал гашетку. И то, что было прежде студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра. Лежит освещенное газовым рожком. Обнаженное. Желтое. Отвратительное. На правой ноге чуть выше щиколотки толстыми чернильными цифрами у него написано 14. Это его номер в анатомическом театре. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валиминка мода шла, подразнила и ушла, С той дворы я знал, не свой, не дает другой покой. Все кругом говорили, что у Сереги злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся. Как они не видят и не понимают, какая она остроумная, озорная. Как она ходит? Это же поступь, черт возьми. Это движение вперед. Мне же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил поход к ужине. Он дома с изумлением оглядывал ее в силу. Играл с жилоками и потел от волнения. Что, спрашивала Клара, И, играя, показывала Сереге язык и шла в горницу, будто на рошину, Чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней. Клара называла его Серый, ласково. Он ее называл Кларнетик или Кларнет, когда надо громко прозвать. Она, оказывается, уже была замужем. Муж попался вареный какой-то, они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был вареный, Хотел выпить и в грудь. Чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его. Серега говорил, Господи, за что мне такое счастье? Я же могу не выдержать так, Тронусь чего доброго или ослабну вовсе. Он не тронулся. Случилось другое непредвиденное. Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Он учился в техническом вузе. Отец Славкин собирал вечер. Позвали Серегу с Кларой. Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами. На груди медальон на золотой цепочке. Волосы отливают дорогой медью. И всех, кто она выделялась за столом, гордая сидела. Умная, воспитанная. Очень и очень непростая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех. Переговаривался с ней через стол. Сперва так, о чем попало. А тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкали и слушали их. Серега в безудержной радости и гордости за жену выпил, наверное, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться непротивоположных стен дома. Радость ему была велика. Хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеялся. Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол под навес покурить и обсохнуть. Вдруг он услышал на крыльце дома два торопливых голоса. У него больно екнуло сердце. Он узнал голос жены и замер. Да, это был голос Клары. А второй Славкин. Над навесом была дощата перегородка. Они подошли и стали так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса. Вот эта таблизость, точно он под кроватью лежал, так поначалу шарашила, оглушила, что Серега него пошлилит ни рукой, ни ногой. Чи же никому? Так ласково, тихо, так знакомо, говорила Клара. Да что же ты торопишься? Дай я тебя чмок, чмок. Так знакомо, так одинаково, так близко. Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо обормотал, что-то спрашивал. Клара тихо смеялась и говорит. Славный кино, куда-куда, ах ты шелнишка. Поцелуй меня в носик. Так вот это как бывает. С ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега. Вот так. И все живое, имеющее смысл и имя, все ухнуло в пропасть. И стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла, одна черная яма. Ну, теперь все равно, подумал Серега и шагнул в эту яму. Кларнетик! Это я серый. Вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку о лисичке. Ау-у-у-у, еще спел Серега. А я вас сейчас буду у-би-вать. Дальше все пошло мелькать, как во сне. То то видел Серега, то это, то он куда-то бежал, то кричали люди, ни тяжести, ни поти, Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, он тоже не помнил. Тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало, все куда-то разошлись. Серега остался один с топором. Тут он стал все осознавать. Ему стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно отбор. Да что же это такое? Что же делается? Подумал Серега, положил на жердину левую руку, тяпнул топором по пальцам. Два пальца указательные и средние отпали. Серега бросил топор, руку замотал рубахой и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. С тех пор его и прозвали на селе Беспавой. Клара уехала в ту же ночь, Славка тоже уехал. И на каникулы больше не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, А Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками. Говорили тебе, Серега, Злая она. Да какая она злая-то, Грубски пел Серега. При чем тут злая-то? А какая она, добрая, что ли? Да при чем тут добрая, злая? Изложите, что ли, делать? Видишь, и другие какие-то слова. Нет, за там бич или одно. Злая-злая. Может, наоборот, добрая. Брату хотела помочь. Серега, Вот ты же это, люби ее. А если бы сейчас приехала? Прости бы. Серега молчал на это. Тогда мужики сами принимались рассуждать. Ну, любил, любил. Он любил, она не любила. Она уже испорчен, И человек на одном все равно не остановится. Если с молоду человек испортился, Это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, Хоть бабу, все равно. Она иной раз и сама не хочет отделать. Серега сидел в сторонке, молчал. Он думал. Что ж, видно, это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, Он бы опять растопырил ей руки. Пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было. А это был праздник. Ну, конечно, где праздник, там и похмелье. Это так. Но ведь праздник-то был. Ко мне Милка подошла, Подразвила ей ушла. С той поры я сам не слоя Не дает любой покой. Опа! О, скреп могильный, Терем обручальный, О, вечный мрак обители подземной, Я к вам схожу. Ко всем родным моим, Которых столько в лютой их кончине Приветила царица мглы ночной. Теперь я... Казалось, Жизни этой конец далек. И что же... Злейшей смертью посвета, Ведь за ними я должна. И все ж не каюсь я, Я верю. Милый, приду к отцу, К тебе, родная, милая, К тебе желанный, Брат родимый мой. Родители, Когда почили вы, Своими я омыла вас руками, Убрала вас И возлияние дань вам принесла. А за твою, О, брат мой, Своей я жизнью заплатила честь. И все ж не каюсь я. Разумный скажет, Что и тебя почтила я разумно. Да будь детей я матерью, Вдовое убитого супруга, Я б за них не приступила, Государство воли. Вам ведом кровь и родственный закон, Ведь мужа И другого бы нашла я, И сына возместила бы Утрату пути вдовой я От другого мужа. Но раз в аду отец и мать мои Другого брата Не найти мне более Таков закон, Ему в угоду Честью великую Тебя почтила я Тень братняя. Тень братняя. Виною зовет Приворот поступок мой И дерзкую отвагу. Вот меня связали и ведут На смерть. До брака До веселья свадьбы Не дабы спить Ни сладких ус супружества, Ни неги материнства, Ни сирой Без дружеской слезы Я в усыпальницу Схожу, умершим. А где ж тут Бог, Чью правду Горемыка я приступила? Ах, могу ли я Взирать с надеждой На богов, Искать в них заступников За благочесть и подвиг Нечестия я славу обрела? Что ж, Если в боге за царя, То в смерти Познаю я вину и искуплю. Но если он виновен Горе чашу мою, Ни волей спить ему. Ну что ж, Идем? Я готова. Я готова. Вы простите. Прости мне, Родная земля. Посмотрите, фиванцы, Царевна идет, Остальная наследница Древних владык. Вот, судья мой, А вот преступление мое Благочестью честь Воздала я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этой Прагическое новое Мы заканчиваем первый день. Субтитры создавал DimaTorzok